Галян Наталья, генеральный директор Intel России Аркадий Дворкович, председатель фонда Сколково Котков Алексей, управляющий партнером АФК Системы Аркадий Сандлер, руководитель ИИ в МТС Александр Ханин, генеральный директор Vision Labs и главный организатор конференции и Юрьев Вадим, руководитель СОД Москвы Александр хотел сказать отдельное пресное слово почему эта секция имеет место быть Александр, микрофон в деле Да, Леша, спасибо большое На самом деле в прошлом году мы когда проводили уже второй по счету машинской НСИИ саммит мы получили массу запросов хорошо, вы собираете научное сообщество и выстраиваете мосты между российскими исследователями и международными исследователями что здорово это действительно нужно и своевременно но попросили не забывать о потребностях бизнеса о том, что будет здорово, если научное сообщество будет все-таки учитывать интересы и потребности больших компаний, малого и среднего бизнеса но, собственно, ради этого мы решили собрать отдельную секцию кому интересны только исследования они находятся в большом зале а мы поговорим о том, как построить и настроить корректное взаимодействие между бизнесом и вендорами, и академией поэтому сегодня мы хотели бы обсудить именно какие-то практические внедрения какие есть проблемы, чем довольны, чем недовольны и в целом такой задать правильный тренд по укреплению сотрудничества потому что сейчас мы страдаем от того, что от момента завершения исследований до момента внедрения проходят порой годы хотелось бы этот интервал максимально сократить и чтобы лучшее достижение науки максимально быстро начинали приносить пользу бизнесу окей, спасибо у нас секция будет выглядеть следующим образом сейчас сначала каждый из участников панелей на 5-7 минут расскажет и может быть даже что-то покажет про свое видение компьютерного зрения в бизнесе и как они и их компания к этому относятся а потом у нас начнется дискуссия и в конце серия вопросов и ответов я правильно понимаю, что все презентации уже загружены там, где они должны быть и можно передавать слово спикерам есть база? тогда первого с рассказом о том, чем занимается их компания и какой у них взгляд я попрошу выступить Ричарда микрофон фликер хорошо слайды я без слайдов я и так могу, потому что если я буду говорить с акцентом и слайдами, вы туда будете смотреть они слышат, что я скажу вот так, на меня зовут Ричарфон Лагерин компания Orders Business Services это часть глобальной компании Orders я думаю, что, ну, надеюсь, всем известно ОБС занимается только B2B я тут же живу на самом деле как бизнесмен и инвестор потому что мы тоже вкладываем деньги в Россию у меня регионы Россия и Зенге, ближний всток Африка старт квартиры находится у нас в Москве что не часто бывает, а у нас это есть очень интересная тема, конечно компьютер-визион и искусственный интеллект с точки зрения бизнеса сразу к делу на самом деле если мы говорим по технологии получается любой приз за ваши деньги а для бизнеса, как бизнесмена это, конечно, классно, но не очень и на самом деле правильный вопрос если мы говорим по технологии это не как, а зачем я просто хочу озвучить ну, конкретный пример тоже с ясно, что сейчас мы с ними, кстати, работаем заповеду Россия очень успешно вместе а просто конкретный пример есть какой-то клиент подачал у них 19 тысяч магазинов, ритейлер а там можно внедрить камеру чтобы понять, если там ну, кто-то украдут что-то и избавиться из охранники потому что у них очень много охранников давайте скажем так так, что на каждом магазине мы тратим 200 тысяч рублей чтобы там со временем камера поставить и получается на 19 тысяч магазинов грубо говоря 32 миллиона евро мстиции которые сразу надо платить сейчас и скажем так, что в каждом магазине каждый день кто-то украдут пельмени за 200 рублей да 19 тысяч магазинов в год это, ну, где-то там 12 миллионов евро потерянно пельмени охраны вовсе нет а что мы будем делать поэтому эта компания будет радовать наша полиция да и 4 миллиона 400 кейсов в год да, насчет пельмени ну, вы понимаете это абсурд, конечно и вот это именно, где вот тис-с тис-тис-тис-тис-тис-тис-тис-тис-тис-тис-тис-тис-тис мы можем делать а как это рассчитывать проблема я не скажу, что не надо внедрить да, сейчас я не буду уго-го-го уго-го уго-го а для бизнеса во-первых, стоит вообще это в каждом магазине да может быть это будет дешевле пусть человек покушет пельмени за 200 рублей да, чем повесит камера а в более крупном магазине повесить второй момент можем ли мы использовать той самой камеры чтобы увеличить для нас клиента уже есть вращение тоже у нас компания которая понимает да эмоции человека который смотрит мужчина-женщина если там женщина ходит да регулирует лобжик наверное не стоит и например делать инфетеризация и тогда вот эта камера да, уже исполняет три функции да против воров инфетеризация и лоялность клиента вот именно этот подход нам как бизнес интересует самый главный вопрос зачем вот это я хотел сказать спасибо можно сразу передать микрофон Натали справа от вас большое спасибо очень приятно сегодня быть здесь спасибо за приглашение я являюсь региональным директором компании Intel в России Intel рассматривает Россию как ключевой рынок для себя в мире что очень приятно и на самом деле экосистема наших партнеров здесь локальных она действительно прекрасная и вот компания Vision Lab прекрасный пример мы очень рады сотрудничеству вы все знаете что компания Intel это собственно производитель микропроцессоров но на самом деле последние годы мы очень активно инвестируем в рынок связанный с данными то есть мы называем себя такой дата-центричной компанией потому что понятно что тот объем данных который собирается каждый день он растет по экспоненте но на самом деле вопрос сколько какой процент этих данных действительно бизнес использует с пользой действительно анализирует и вот ответ на этот вопрос всего лишь 2% всех мировых данных действительно как-то используется с пользой вот соответственно безусловно такие технологии как технологии искусственного интеллекта являются для нас приоритетными ну а компьютерное зрение это собственно важнейшее из направлений связанных с искусственным интеллектом и этот рынок он рынок видеоаналитики компьютерного зрения также очень серьезно растет мы оцениваем этот рост порядка 22% в год и вот такой общий объем этого рынка как 11 миллиардов долларов уже в этом году соответственно создаем полный скажем так полное портфолио решений для этого направления это и умные камеры это и мини-пк и серверные платформы и библиотеки и акселераторы ускорители от intel fpga соответственно рынок для нас очень интересный и лучше как говорится один раз увидеть чем сто раз услышать или прочитать соответственно когда мы говорим в искусственном интеллекте связанные именно с компьютерным зрением для нас очень важно такое направление как искусственный интеллект на самом устройстве на конечном или на edge устройстве когда аналитика происходит допустим на рядом с камерой да и по данным одессе на самом деле порядка половины все вот обработки данных будет происходить действительно на конечном устройстве поэтому мы создаем решения такие как open win тоже могу позже рассказать более подробно об этом вот для того чтобы производить аналитику собственно говоря в полевых условиях и понятно что алгоритмы технологии компьютерного зрения они меняют целые индустрии это не только направление связанное с безопасностью но это меняется и розница меняется и медицина и промышленность и в общем применение находится везде соответственно конечно для нас это ключевое направление и мы будем продолжать работать и создавать решения именно вот в этой сфере спасибо спасибо следующее передадим слово Арказию Дворковичу может микрофон спасибо добрый день спасибо за приглашение на конференцию я работаю в компании которая сама бизнесом не занимается помогает другим бизнесом расти и зарабатывать деньги где-то получается где-то не получается но значительная часть тех компаний которые сегодня представляют те или иные решения с нами были связаны связаны или будут связаны различного рода отношениями вот стадии стартапа и развитие продуктов и услуг соответствующих до индустриальных партнерских отношений которые у нас связывают с присутствующими присутствующими здесь компаниями и нам действительно удается добиться успеха эти истории успеха есть по ряду направлений можно привести несколько примеров таких направлений первая биометрия которая уже естественно сегодня говорилось и будет говориться которая используется и в компаниях и на инфраструктурных объектах в самых разных сферах естественно банкоматы самая ярко известная история уверен что тем будет развиваться гораздо шире это видеоаналитика которая начинает активно использоваться для улучшения логистических систем структур в ритейле и во многих других направлениях это биомедицина где распознавание образов становится основой для улучшения диагностики и методов лечения различных заболеваний конечно же это автономный транспорт и уже есть применение в промышленном транспорте например карьерные самосфалы активно работают с использованием компьютерного зрения компания веста у нас уже внедрила свою систему на карьерах компании например и конечно же есть вещи которые пока еще не нашли применения еще может быть неизвестно какое это будет применение затем тема которая у нас разрабатывается в рамках сколковского института науки технологии в сколтехи например цифровой нейронный аватар человека который по сути является его полным нейронным образом как это будет применяться мы пока не знаем или например фейковые видео аудио изображения то есть по сути создан алгоритм при котором можно создать видео изображение с реальным человеком но естественно в жизни этого этого как-то не было и доказать после этого что-то не имея соответственно подтверждение что это реальное видео очень трудно почти невозможно будет реально отделить от нереального будет почти невозможно как-то применить мы тоже пока не знаем но это ставит под сомнение многие методы доказательств естественно в дальнейшем это пока находится на стадии именно научных исследований наша задача достаточно многогранна кроме непосредственной поддержки этих бизнесов то есть проведение их через всю цепочку инноваций от исследований до посевного финансирования поиска бизнес-ангелов венчурного финансирования стыковки с индустриальными партнерами мы все это делаем последовательно где-то удачно где-то неудачно я не говорю что у нас все получается всегда хорошо тем не менее делаем настолько удачно насколько пока можем мы одновременно занимаемся разработкой нормативной базы необходимой для соответствующих применений сколкова является центром компетенции для разработки законов постановления правительства необходимых для реализации программы цифровая экономика которая включает в себя как раз все эти решения кроме того мы являемся одним из якорных партнеров в международных взаимодействиях и консорциумах таким образом стыкуем наши разработки с международной повесткой и наконец мы стараемся осуществлять междисциплинарные связи поскольку сколько присутствуют самые разные направления мы видим что делается по одним направлением стараемся создавать партнерство с теми кто работает по другим направлениям будь то энергетики в передовых промышленных технологиях в той же самой упомянутой медицине в технологиях умных городов и так далее и так далее вот это наша задача считаем что мы делаем все больше и больше успешный бизнес с нашими партнерами мы всегда открыты для рекомендаций и предложений спасибо спасибо алексей хатков микрофон вот рядом рядом есть алексей да и он работает работает друзья во первых мне кажется вот все кто стоят слева по стенке здесь мест справа много приходите присаживайтесь так точно удобнее будет мы надолго тут в ногах правда нет мы на самом деле с коллегами подготовили такую немножко с оттенком юмора презентацию очень короткую которая в принципе акцентирует внимание на том какие у нас в группе компаний есть 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 автология компании использующие искусственный интеллект как вообще мы до этого дошли и куда вообще в принципе искусственный интеллект движется значит ну два слова о себе соответственно я всю жизнь очень много лет работал в компании моего с 99 года по 2015 16 18 лет строили соответственно корпорацию которая сейчас превратилась в такую же как бы совершенно многорукий многорукую сущность в которой тоже очень много искусственного интеллекта также соответственно я вхожу в среди директоров МТС и много времени встречаю этой компании был одним из основателей фонда стимвенч капитал соответственно занимаюсь компанией озон детский мир ну и соответственно фк система как зонтичный бренд который соответственно аккумулирует много-много всего поэтому наверное мне очень интересно как раз здесь быть и рассказать о нашем опыте и об ощущениях куда все это движется про искусственный интеллект сейчас говорят что его появление сравнимо с изобретением смартфона промышленной революции и кто-то говорит что это равно появлению самой жизни равно сравнимо с началом компьютерной эры и я думаю что многим знакомый Юрген Шмидтхубер который собственно был создателем теории рекулентных нейронных сетей много очень интересных цитат приводил говорил вот одна из них приведена здесь действительно как бы то что там заняло миллионы лет на самом деле оказывается что компьютеры которым немного они быстрее считается что 15 триллионов рублей будет вклад искусственный интеллект мировой экономик в тридцатом году я вчера прочитал гартнеровское исследование что будет не 15 а 300 вот такая разница небольшая в 20 раз кто-то говорит что на самом деле уже 15 триллионов как считать ну в общем очевидно что вклад большой и наверное ни для кого не секрет что в разных странах разный вклад и разное влияние на ВВП соответственно искусственный интеллект оказывает считается что по-моему к 25 году самое большое влияние будет в Китае 26 процентов будет соответственно зависеть от искусственного интеллекта к сожалению Россия пока не входит в этот топ но мы надеемся что мы наверстаем и вот с помощью таких компаний как Vision Labs будем будем двигаться быстрее значит компания инвестирующая в искусственный интеллект соответственно имеют имеют шансы и получают возможности изменять свой производственный процесс свой бизнес процесс увеличивать производительность труда соответственно больше ресурсов остается на творческие задачи ну потому что когда за тебя машина что-то думает ты можешь ячейк своего мозга освободить оставить что-то более творческое соответственно получается и продуктовая линейка ну и так далее и так далее и так далее получается очень много как бы новых возможностей значит система Венч Капитал это один из фондов венчурных который был создан на ФК системы несколько лет назад их на самом деле по-моему 4 или 5 сейчас в Азии два это совмест фонд с Роснано с темой VC 4 да ну и соответственно есть что-то фонда не относились к высоким технологиям это если я правильно помню был ну наверное первый такой серьезный инвестор в Vision Labs и о чем мы не жалеем и с тех пор соответственно компания проинвестировала фонд проинвестировал в несколько компаний которые которые как мы сейчас уже понимаем являются отражением наилучшим отражением так называемого искусственного интеллекта хотя когда мы в них инвестировали у нас не было такого как бы такого понимания что давайте вот инвестировать потому что это искусственный интеллект мы понимали что это правильно ребята делают правильную вещь просто сейчас мы когда посмотрели на это сверху поняли что как бы как раз их объединяет именно искусственный интеллект абсолютно разные сферы говоря про бизнес на как бизнес может в этом участвовать вообще разные сферы значит компания коннектора делает датчики которые следят за состоянием коров и это так называемый супер супер новый трендим как называется новый тренд когда про животных агротех значит дата сайн компания которая предлагает технологии работающие с банковскими данными для того чтобы делать персональный подход каждому клиенту психологический портрет компания трейсер автоматизирует строительные площадки на основе данных с дронов накладывает изначально задание с тем что происходит на площадке компания госу фаундер алису матчинг геймин сайта делает персональный тренер для геймеров и киберспортсменов ну то есть те кто вот в зале играл понимает что бывают моменты к ты принципе не понимаешь у тебя не получаются соответственно ассистент за тебя анализирую все твои бои говори что нужно сделать компания бежалов с него это представлять вот там даже лица у саши где-то проведено и компании скурим это очень важно она не является так сказать компанией который напрямую относится к искусственному те кто обратила делает продукт для того чтобы искусственному интеллекту было развиваться легче проще быстрее она делает соответственно по сути дела как бы хранилище позволяет делать более эффективным эффективных хранилище работку данных при этом вот по оценке мс венчерс 40 процентов стартапа европе не используют искусственный интеллект но делают что-то другое то есть на этом свет клинами сошелся большое количество рождающихся компаний это соответственно не используют и последний слайд на самом деле о том что вот мы принимаем мы принимаем инвестиционные решения все-таки надеюсь на нам все в зале и уважаемые уважаемые участки панели принимают сенсорное решение все-таки исходя из чего-то другого не основываясь на искусственном интеллекте и наверное это будет очень долго потому что ну нету возможности до пропустить через машин ленинг или через что-то какую-то информацию те будут там инвестируем или нет все-таки это совершенно другой набор в том числе и какой-то интуиции так далее все помните недавно появился ролик прикольный когда когда соответственно ребята допинали до издевались над роботом до того что он соответственно пошел на них в атаку и значит побил их всех то есть надо понимать как бы искусственный интеллект должен быть все-таки ограниченный там нельзя его использовать бесконечно бесконечно долго соответственно пока системе у нас есть как минимум там сейчас пять компаний которые активно используют безусловно это мтс безусловно это озон безусловно это детский мир с большим объемом же онлайн продаж куча компаний куча компаний в фонде и соответственно митцы которые используют как скаларкадий соответственно искусственный интеллект в диагнозах но и так далее так далее так далее вот и дальше наши компании такие как там степь сеги же будут наверно внедрять это постепенно мы смотрим что получится вот как-то так спасибо спасибо можно я отберу кликер далее передаем слова к диус англеру мтс спасибо у меня тоже есть к эта маленькая презентация поэтому это же стану просто такое зажигательное выступление я просто сухо расскажу чем мы делаем потому что перебить у меня уже не получится а есть презентация да а нет как нет как нет сколько нужно специалистов по искусству это как раз это как раз была задача естественного интеллекта кого есть да это мы алексей даты предыдущие из предыдущего этого слабо и ты очень похож ну то есть прям из поэтому специально оставили значит да у нас в мтс есть центр искусственного интеллекта и мы делаем там разные интересные штуки то что здесь привожу это то что нас более-менее выделилась как такие направления куда мы прикладываем особенные усилия каким-то другим направлением которые здесь не указаны мы прикладываем не очень особенные усилия ну то есть мы какие-то исследования ведем но пока из этого не вырастают какие-то бизнес-продукты здесь вырастают бизнес-продукты именно поэтому мы там все-таки корпорации бизнесовая не инвестиционная наша задача в конечном итоге генерировать прибыль и значит сделать своим акционерам хорошо вместе с этим значит вот у нас есть тема разговорных интерфейсов которые обычно принято называть нелюбимым мною словом чат-бот потому что там намного больше всего чем чем просто робот отвечаю еще одна сложно у нас есть направление связанные с legal так роботизированная работа с документами и разное принятие решений в этой области медицина вместе с мы делаем несколько продуктов и с ними вместе все дело внедряем там есть как разговорный интерфейс так и компьютер vision в legal так тоже есть компьютер вижу поскольку здесь спросили где у нас есть компьютер vision в legal так тоже есть компьютер vision потому что там есть в том числе распознавание собственно отсканированных ранее документов в общем вполне себе компьютер vision значит и у нас есть отдельное направление связанные с голосовыми интерфейсами как дополнение разговорных и не только голосе много всего разная аналитика разные такие вещи в общем то те кто глубоко занимаются темы распознавания голоса знаешь это тоже что это тоже компьютер vision так по большому счету значит наш наши чат бота мы все время всем хвастаемся какие у нас результаты читать что здесь не буду но у нас действительно такие довольно мощные результаты в полной автоматизации при этом эффективность обработки запросов мы считаем следующим образом когда наш клиент обратился за поддержкой был обслужен роботом полностью без привлечения живого человека и потом в течение двадцати четырех часов не обратился за поддержкой под любым другим каналом тоже мы считаем это эффективно обслуженным клиентом эффективно обслуженным запросом мы понимаем что иногда люди могут обратиться по другому вопросу но специально оставляем для себя такую небольшую люфт понимая что здесь есть понимая что все равно до ста процентов мы не дойдем хотя бы из-за этих самых людей но все равно у нас результаты несмотря на это довольно высокие сегодня заканчивается раскатка вот этого самого робота в том числе на москву и питер как два последних региона которые еще не были подключены внутри приложения моим т.с. здесь же клиента мтс скажи покажитесь покажитесь считайте что я наступаю не только для вас но для вас в особенности вы пользуетесь моим т.с. приложением да а кто не пользуется из тех кто и клиент мтс немедленно надо поставить в нашу лучше лучшего пока еще нету для того чтобы понимать что происходит с вашим счетом и работать со всякими услугами так вот там внутри приложения в том числе есть есть теперь тоже с сегодняшнего дня если вы абонента москвы есть чат-бот с которым можно поговорить и там результаты еще выше даже чем вот эти здесь приведены немножко старые старые данные значит соответственно чат-боты в приложении еще лучше работает чем он работал в личном кабинете на сайте в общем тут много всего разного я могу про это говорить часами но у меня всего пять минут которые уже закончились значит кратко legal тег направление мы умеем обрабатывать документы распознавать оттуда сущности и выстраивать соответствующий сценарий дать дальнейшего движения мы идем к тому чтобы построить систему управления жизненным циклом документов корпорации и это довольно довольно важное и по оценке внутри мтс и в том числе финансово считаемые выгода от внедрения таких систем в том числе повышением дисциплины работы поставщиков уменьшением количества контрактов которые доходят до суда и так далее значит в медицине у нас тоже есть некоторые значит медицинском направлении нас есть хорошие результаты мы построили такой класс систем называется симптом чекер но мы его сделали так как вы привыкли ходить к врачу когда приходите к врачу врач вас приглашают кабинет говорит но садитесь рассказываете и дальше вы начинаете рассказывать и оттуда значит врач задает дополнительные вопросы какие-то горит ну наверное вам такой-то анализ надо или может у вас вот это или вот вам надо к такому-то специалисту вот мы именно по этой схеме решили построить и у нас вроде как даже отдел получается когда человек вываливать все что он думает система оттуда все достает все что надо и там задают дополнительные вопросы и как-то сужает сужает что это может быть и отправляет к нужному специалисту на дальнейшую консультацию в нашем кластере связанным с голосовыми технологиями мы собственно тоже разрабатываем эти вещи самостоятельно и конечные продукты также мы с фондом сколкова подписали партнерское соглашение и делаем исследовательский центр который призван помочь рынку найти некий консенсусную методологию сбора и разметки данных для того чтобы все кто хотят в области голосовых технологий и разговорных интерфейсов тоже дальнейшем я надеюсь и в компьютер vision прийти в этих ситуациях когда все кто хотят что-то разрабатывать не имели проблем с доступом к данным и получением нужных объемов датасетов для обучения превращая таким образом что 23 студента у которых есть светлая идея точно знали куда пойти где взять данный чтобы потренировать свои модели потому что на сегодняшний момент наверняка вы это знаете одной из самых больших проблем при разработке таких систем является собственно доступ к данным более-менее разумным там собранным предсказуемо размеченным достаточно верифицированным вот мы как раз делали такой исследовательский центр там со стороны мтс это можно рассматривать как corporate донейшн для рынка для того чтобы собственно этот рынок развивался и у нас появлялось намного больше интересных проектов этой области наверное все вот такой знаете нам всем кажется что будущее искусственного интеллекта это универсальные виртуальные ассистенты но это скорее лозунг спасибо спасибо и вновь передам слово александру ханину да у меня есть микрофон спасибо но на самом деле я хотел бы рассказать о проблемах которым с которым мы сталкиваемся потому что мы как разработчики очень редко оперируем таким словом как искусственный интеллект мы обычно говорим что это машинное обучение компьютерное зрение есть несколько проблем которые препятствуют на мой взгляд сейчас развитие искусственного интеллекта там проблема номер один это стремление к совершенству то есть когда вы приходите к бизнесу то есть мы приходим каком-нибудь человеку принимающим решения и у нас спрашивают какое качество распознавания вы обеспечиваете ну и допустим либо на пилотном проекте либо просто как бы соседние референсы показываешь например 98 процентов будет правильных ответов амберту 2 процента это так много таких ошибок вот когда у вас будет сто процентов тогда приходите и пока не будет сто процентов мы это не запустим продакшен то есть вот есть такая большая проблема то что сравнивают с идеалом люди смотрят многофильмов и думаю что ошибок не бывает и все давно уже решено мы знаем что никто там даже господь бог не дает сто процентов гарантий это большой барьер потому что сравнивают с идеалом они сравнивают с тем что есть сейчас с человеческим трудом что когда мы приходим в банки говорю про банки буду говорить потому что у нас не больше всего опыта например качество решения куда проблемы 20 процентов когда это решается ручным трудом и когда вы предлагаете алгоритм на базе там искусственного интеллекта это 98 процентов и вас блокируют говорят что когда будет 100 тогда приходите то есть это реальность вторая проблема нужно реально опасаться естественного интеллекта потому что именно естественный интеллект принимает ключевые решения где и куда задействовать искусственный интеллект простой пример тоже приходишь в банк я без названий чтобы никого не обижать и проводишь пилотный проект есть какой-нибудь big boss который руководит тремя тысячами человек ты показываешь пилотный проект и наглядно выдаешь ему результат что нужно 2950 человек уволить естественно при этом еще повысится эффективность с упомянутых 20 процентов до 98 но что делает big boss он хочет оставаться быть big boss а не руководителем этой роты небольшой поэтому он всячески блокирует внедрение потому что это как бы подводит его но ситуацию когда начинает кресло шутаться и да у него теряется там власть над большим количеством людей то есть вроде бы искусственный интеллект работает но ищется тысяча причин почему его не внедрять и еще есть большая проблема которая тоже не очень принято говорить но у нас наболела это то что когда внедряют искусственный интеллект почему-то никто не думает о пользовательском опыте то есть когда начинается передача каких-то прав и принятие решений машине там вступает в игру кибербезопасность или просто безопасность и они говорят что система не готова мимо ее допустим в продакшн только если там закрутим гайки так чтобы прошло там по их требованиям а для пользователя это как выглядит закрутили гайки так что просто невозможно пользоваться то есть процесс допустим проверки там по биометрии становится очень длительным и гораздо проще воспользоваться классическим способом аутентификации вместо биометрии поэтому здесь у меня тоже как призыв интересно тоже узнать ваше мнение как правильно находить баланс ту золотую середину между внедряемыми достижениями искусства интеллекта то есть как их внедрять чтобы это становилось неотъемливой частью каждодневной жизни но при этом чтобы это оставалось удобным потому что сейчас достижение науки они на таком уровне что уже очень многие проблемы в бизнесе можно решать проблемы не в искусстве интеллект и проблемы именно в организационной части есть некоторые город регуляторные проблемы которые тоже решаются вот но это основная да мы как компания мы сейчас тоже набили достаточно много шишек и пришли к некоторым выводам ну во первых мы поняли что например многие внедрения делать за рубежом гораздо проще чем в россии потому что решения принимаются быстрее и соответственно мы понимаем что до российский рынок компьютерного зрения искусственного интеллекта больших данных растет но растет кстати не таким большими темпами по недавним исследованиям порядка десяти процентов ежегодный прирост ну что не является прям выдающейся величиной и сам по себе объем программного обеспечения по компьютерному зрению составляет примерно там 100 120 миллионов долларов что тоже не огромный рынок мировой составляет более 10 миллиардов долларов поэтому мы тоже приняли решение и активно запустили международную экспансию с прошлого года открыли офис в сингапуре 6 мая так что теперь у нас есть региональный центр и региональный директор персеваль танк который с большим опытом работы в бизнесе и системной интеграции этого мы таким образом диверифицируемся и бывает даже такое что когда мы что-то отработали за рубежом это легче приоброне в россии потому что многие наши в том числе государственные структуры банки они смотрят на международный опыт потому что очень часто выбор происходит между компаниями российскими и компаниями международными и по факту нужно конкурировать не с российскими компаниями нужно конкурировать международными чтобы иметь успех и россии второе мы понимаем что нужно максимально все упрощать. Поэтому мы создали устройство. Сейчас мы получаем шквал запросов по доступу на территорию. То есть мы рассказываем сложные вещи с триггерной аналитикой, с прогнозированием рабочего времени сотрудников, с прогнозированием кредитных рисков. Но оказалось, что сейчас самовостребованный продукт – это простая коробка наподобие айфона, которая просто вешается, как нашлепка, на двери или на турнике. И которая просто позволяет вам отказаться от пропусков. И мы сделали там всего два выхода. Один выход с питанием, другой выход с сетью, чтобы к нему подключиться. То есть сломать невозможно. И системным интеграторам, которые очень часто любят просто делать такой бокс-мувинг, купить что-то сервер за рубль и перепродать за два. Мы даем по сути такой продукт, который в себя включает с одной стороны искусственный интеллект, а с другой стороны там что-то понятное, материальное, на чем можно заработать. Вот. И сейчас тоже вот из новостей, которые последние у нас есть, мы долго отрабатывали с нашим партнером и клиентом почтобанком идентификацию и обслуживание клиентов в отделениях по биометрии. И мы с согласием банка тоже готовы объявить о том, что сейчас эта сеть уже работает полноценно в федеральном масштабе. В базе уже крутится несколько десятков миллионов лиц. И, наверное, это самое большое промышленное внедрение сейчас в России. То есть за что хочется поблагодарить Почта банк за смелость, то, что выступили пионерами. И, несмотря на многие сложности, запустили это в федеральном масштабе. Поэтому сейчас работает на нескольких тысячах или даже десятках тысячах отделений. И в базе, я, насколько помню, порядка 13 миллионов уникальных лиц и несколько десятков миллионов фотографий. Вот, собственно, благодаря таким внедрениям, то есть кто-то должен быть смелым, кто-то должен принимать первое решение и давать шанс таким технологиям. Шансов провалиться больше, чем шансов взлететь. Но, тем не менее, без таких взлетов индустрия не развивается. И сейчас, когда мы увидели, когда в целом рынок увидел, что это работает, что клиенты не пугаются и не пишут заявление в Роскомнадзор, все начали это массово тиражировать. А на самом деле все готово было еще несколько лет назад. Поэтому вот такой крик души. Спасибо. Можно аплодисменты Александру. И Вадим Юрьев. У вас парламентация? Да, но мне бы еще нужен кликер. Спасибо. Не знаю, слышно меня, нет? Да, на словах, на доклад Александра хочется дать три коротких таких комментария. Один, честно говоря, суфлированный. Саша, держись. На фоне таких тупых заказчиков, я думаю, на таких правах и нас позвали. Ну, а если серьезно, мне кажется, мы сейчас видели такой конфликт вокруг искусственного интеллекта, двух естественных интеллектов, которые происходят всегда. Человек хочет что-то продать, это продается не идеально. Ну, об этом есть. Здесь есть о чем подумать на уровне естественного интеллекта, Саша, не только на уровне искусственного. Вот. Ну, а в целом, если говорить более серьезно, то я немножко пошире возьму тему в связи там с профилем работы нашей организации. Значит, начнем не очень далеко. Мы развивали систему, одна из систем, которую мы развиваем, это система фото-видеофиксации. Вообще мы, вот коллега из Интела говорила про дата-центричную компанию. Если для вас это, наверное, такой естественный, осознанный выбор, то для нас это просто, ну, факт жизни. Мы с одной стороны, там, асфальт рубим, провода прокладываем, а с другой стороны, у нас очень много даты. Я назову так несколько цифр. В городе 2700 комплексов фото-видеофиксации, это самый большой парк в стране. Ежедневно мы фиксируем 80 миллионов проездов каждые сутки и храним их там необходимое время. Обрабатываем 40 видов нарушений. В мире, как бы, это, ну, беспрецедентная функциональность. И при этом обеспечиваем те самые 98% бесперебойной работы. Значит, какие плюсы получают люди от этой работы? Ну, во-первых, такой объем информации мы обрабатываем в основном, теперь обрабатываем с прошлого года нейронными сетями. До этого были в основном люди. И сразу получили несколько прорывов. Чуть позже расскажу. Во-первых, это колоссальная база анализа для построения матрицы корреспонденции. Это база данных. Мы понимаем, как город едет. Используем эти решения, в том числе в адресной инвестиционной программе. Из практических нужд, из практических вещей. Вот здесь есть небольшая таблица. Значит, если в 2012 году в Москве угоняли порядка 13,5 тысяч автомобилей, то в 2018 году порядка 3,5 тысяч автомобилей. Я бы хотел спросить, у кого за последние два года угнали машину в этом зале. У нас есть одна рука. Если бы мы проводили такой опрос пять лет назад, я думаю, что был бы целый ряд. Ну и Москва самый безопасный город России. Не только потому, что есть система фотовидефиксации, но и в целом. Социальный риск это количество погибших на 100 тысяч человек. Сейчас 3,7. В целом по стране, к сожалению, 12. А в Москве 8 лет назад был порядка 7. То есть со времен новой администрации, которая серьезно занялась проблемами транспорта, количество погибших на 100 тысяч населения уменьшилось вдвое. Что конкретно мы делаем по нейросетям? Вот мы вам покажем тут небольшие подконкретные работы, которые мы делаем сейчас. То есть сеть анализирует порядка, обрабатывает от и до. без вовлечения человека. Уже 80% материалов по 4-5 признакам. Сеть определяет номер. Естественно, это мы умели делать всегда. Добавили к этому тип автомобиля. Легковой, грузовой, общественный транспорт. Определяет, есть ли это такси, это огромный поток в Москве. И, наконец, определяет марку машины. Что мы получили от того, что перевели такой набор показателей? Мы получили то, что количество ошибок в формировании постановлений снизилось. до 0,032%. Правильно я понял? В нашем объеме это тоже очень много. Это тоже много. грубо говоря, мы делаем 32 ошибки на миллион постановлений сейчас. Соответственно, 90 сотрудников заменено искусственным интеллектом. Это тоже очень важно. Это человек, который сидел и просто кликал фотографию, если он увидел, что это та же машина. У него по данным учетной карточки Citroen, и это в реальности Citroen. Если это совпадает номер, то человек просто сидел и 8 часов в день, не отрываясь от компьютера, нажимал эту кнопку. Во-первых, это, мне кажется, очень такая обидная работа. И благодаря внедрению нейронных сетей мы смогли этих людей освободить, нанять на их должности других людей, например, сформировать службу дорожный патруль, которая реально оказывает помощь на дорогах. Ну и есть модель контроля работы системы, эффективности камер, которая анализирует онлайн с высокой предсказательной силой, что происходит с этой конкретной камерой. Любые отклонения, например, слишком много стало приходить нарушений. Они тоже анализируются, отправляются супервайзеру, в том числе из-за этого так снизилось количество ошибок. Почему ошибки так для нас важны? Потому что каждая ошибка это протестование. Каждый протест человеку надо идти, человеку надо заниматься, писать заявление, он расстраивается, переживает. Мы считаем, что не должно быть несправедливо наказанных. И такую задачу ставит и департамент, и мэрия. В целом информации мы собираем гигантское количество. Я про цифру 2 или процента мы используем или более сказать не могу, но у нас есть такой инструмент, рабочее его название ARM мэра Москвы. Он уникален, в мире его нет. Мы показывали его в свое время и потом провели два мастер-класса для мэрии. Показывали в Вашингтоне, когда вручали городу награду за устойчивое развитие. Провели два мастер-класса для Мехико-Сити и для Нью-Йорка администрации транспортной. Суть истории в том, что в одном месте мы объединили 300 тысяч объектов мониторинга, 5000 потоков видеокамер и 100% отчетной информации подведомственных организаций. Если, чтобы Вы понимали, нигде в мире нет системы, которая бы одновременно могла показывать, работает светофор или нет, одновременно ты мог очень быстро проверить, навести на него камеру, настроить на него камеру, отдавала бы аналитику в реальном времени об эвакуациях, отдавала бы аналитику о том, как работает пассажирский транспорт, сколько пассажиров перевезено в метрополитене и так далее. У нас есть небольшая демонстрация, при наличии времени мы там ее покажем. Соответственно, вот с этой информацией надо работать, ее всю, собственно, надо обрабатывать. Все, то, что мы делаем, базируется на платформе интеллектуальной транспортной системе. Значит, в целом, это 400 миллионов телематических отметок в сутки, 19 тысяч только бортов ЖКХ, свыше 10 тысяч бортов наземного городского пассажирского транспорта. Мы знаем онлайн, где находится этот автобус, на маршруте, он не на маршруте, есть ли какие-то с ним проблемы. Мы также, в соответствии с распоряжением, постановлением правительства Москвы, следим за такси и каршерингом. Это очень важно для транспортной безопасности, вот поэтому для нас часто мы говорим о том, что там является ли приемлемо тот показатель распознавания лиц или иной. Все наши решения проникнуты историей с транспортной безопасностью, соответственно, мы так очень скрупулезно идем туда, но, как видите, новые технологии внедряем. мы уже пришли к тому, что мы вынуждены разделять ИТС на два узла, если до сего времени, те, кто в нашей тематике интересуется, интеллектуальная транспортная система была в целом про транспорт, то новая версия интеллектуальной транспортной системы 2.0, она будет, очевидно, уже необходимо ее будет разделить, отдельный ИТС для общественного транспорта, отдельный ИТС для всего остального, просто потому, что невозможно обеспечить транспортную доступность для жителей города, если у тебя для жителей города невозможно транспортную доступность обеспечить равной для всех, мы обязаны давать приоритет общественному транспорту. Мы протестировали новую технологию для нас, и вот здесь, кстати, очень интересный вызов. Интеллектуальная транспортная система, что оказалось самым сложным. Это специальная технология, которая позволяет пропускать через перекресток больше общественного транспорта, Соответственно, мы ее протестировали. 16% получилось, что выигрывают, в принципе, все наши целевые группы. В 4 раза за единицу времени больше общественного транспорта проезжает. Это означает примерно 12% улучшение интервальности. Ожидание пешеходов на 16% меньше. С чем мы столкнулись, с какой проблемой? Не с проблемой, проблема комбинации IT и очень такой механической, физической, железной работы. Мы столкнулись с проблемой, что у нас есть понимание, где едет транспортное средство, как оно едет. Но нам нужен датчик в асфальте, чтобы этот датчик отозвался на команду с интеллектуальной транспортной системой, чтобы этот датчик выдержал перекладку асфальта, не был разрушен. Вот такого рода вещи мы должны были соблюсти. И только сейчас, добившись этой технологии на хорошем уровне, мы начнем ее внедрять. Думаю, что в течение полутора лет 450 перекрестков в Москве будут оборудованы такой системой. Ну и последнее, я не знаю, тут вот такая традиция голосования, кто помогает городу, кто пользуется помощником Москвы. Есть такие люди? Ну, очень рад, что таких людей есть. Есть такой IT-инструмент, который точно будет развиваться. Более одного из шестидесятых миллионов материалов для нас сформировали жители города на этом инструменте. Мне кажется, это такой, знаете, практический разговор от возможности, ну там, мне что-то не нравится, вот раздражает, на газонах стоят, к возможности там, ну, самому поучаствовать в обихоживании своего двора, в том, чтобы там был порядок и так далее. Спасибо большое за возможность выступить. Большое спасибо. 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 Я думаю, по совокупности выступление было понятно, к чему бизнес уже готов, к чему не готов. В любом случае, речь идет о конкретных расчетах, конкретной экономической отдаче. Правда, действительно, некоторые пытаются представить себе идеальную ситуацию, как правильно было сказано, и сразу на нее выскочить, перескочить через какие-то этапы. Кто-то более прагматично подходит и готов на пошаговое повышение эффективности и улучшение производительности, что мы видим у лидеров бизнеса в той или иной сфере, у банков, у компаний в сфере телекома, у промышленных компаний. То есть отдельные разработки, там, где для бизнеса очевиден эффект, 20-30% улучшение производительности, например, люди идут на эти проекты, начинают их финансировать. Мы это уже видим повсеместно просто, не единичные случаи, а действительно повсеместно. Но некоторые говорят, нет, нам 20-30% мало, мы хотим сразу больше, но вот это пока во многих случаях недостижимо, и там люди медленнее действуют. Естественно, есть регулятивный, как правильно было сказано, барьер, мы ими сейчас занимаемся. И, конечно же, неизбежны и в отдельных случаях этические тоже проблемы, которые нельзя не учитывать, но к этому тоже нужно относиться с должным пониманием исходной ситуации и будущей ситуации. Дело в том, что ошибок и проблемных случаев точно будет становиться меньше, но люди не понимают, кто будет нести ответственность за остающиеся ошибки. И эта дилемма пока во многих случаях остается неразрешимой. Да, все понимают, что может быть и смертей меньше, и правонарушений, и многих других вопросов. Но кто, тем не менее, несет ответственность за оставшиеся, это остается иногда неразрешимой темой. И нужно очень хорошо понимать, что при внедрении технологий, связанных с машинным обучением, глубоким машинным обучением, то есть, по сути, уже искусственным интеллектом, роль человека, его квалификации не уменьшается, а возрастает, и за человеком остается наиболее значимое и более сложное решение. И это повышает требования квалификации сотрудников компаний, квалификации тех, кто работает в бизнесе, а для многих это тоже сложная задача и требует отдельных решений. Спасибо. Спасибо. Ну, я как, с одной стороны, человек из бизнеса, с другой стороны, занимающийся искусственным интеллектом, могу сказать, что, мне кажется, бизнес очень даже сильно готов, и если, ну, это такой вопрос более-менее общий, там, готовы ли мы мыть руки перед едой, примерно так же, готовы ли мы, готов ли бизнес к внедрению в систему на базе искусственного интеллекта? Да, конечно, готов. Почему же все происходит не всегда так, как мы хотим, не всегда так быстро и не всегда так эффективно? Оставляя за скобку совершенно очевидную необходимость понимать экономический эффект для бизнеса, потому что бизнес для этого сделан, это просто идет априори. Мне кажется, здесь, как ни странно, замедляет все, некоторые гэп, которые происходят между бизнесом, бизнес-заказчиком и тех, кто предлагают эти разработки разработчиками систем. Бизнес и бизнес-заказчики, не осознавая этого, страдают от некоторой недоосведомленности о том, что подобные системы могут им принести, и как их применять, и как на самом деле посчитать ту самую экономическую эффективность. А разработчики систем, как это принято, обладают некоторым принятым айтишникам с снобизмом, которые считают, что, в общем-то, мы тут вас сейчас облагодействуем тем, что принесли вам вот эту вот самую систему. И вот эта вот, значит, неодосведомленность вместе с влиятельностью внутри своего компании и некоторый снобизм, они сталкиваются, и возникает расстояние, которое нужно пройти. Это расстояние, конечно же, надо идти с двух сторон, нужно приближаться к точке встречи, и тогда все будет намного быстрее. Мне кажется, что намного лучше, ну то есть мы, разработчики, заинтересованы в том, чтобы это расстояние было пройдено быстрее на сегодняшний момент, мне кажется. Именно поэтому это наша задача помогать и образовывать бизнес, и это наша задача учиться с ним разговаривать больше на, собственно, языке, который они понимают. Поэтому нам нужно нанимать на работу тех, кто умеет разговаривать с бизнесом, а также организовывать много-много разных мероприятий, например, как это и другие, для того, чтобы туда приходили представители бизнеса и понимали, что с нами нормально можно разговаривать на человеческом языке, мы не все такие снобы, и рассказывать, какие эффекты это все дело приносит, и, в общем, такое, вести просветительскую деятельность. Вот, мне кажется, мы, в общем, на правильном пути, но, наверное, количество таких мероприятий надо увеличить. Тогда все будет быстрее. Спасибо. Согласен, кстати. Ответ, конечно, да, но тут несколько нумансов. Во-первых, на сегодняшний день 30% из данных генерирует бизнес. По прогнозу IDC в 2025 году будет 60%, в два раза больше. И данные – это новая нефть. Понятно данные, да, и мы ее очень мало используем, 2%, да, если я правильно вспомнил. Это, конечно, очень мало. Что мы сделаем как Орнш? На самом деле мы разделили тех, которые занимаются чисто наукой, да, потому что, да, я говорил, что самый главный вопрос – зачем? Это для нас, которые ближе к клиенту, да. Там, когда мы занимаемся инновацией около клиента, мы используем такой минимум вайлл продукт, MVP. То есть вот хорошо – это достаточно хорошо. Великолепный продукт никогда не будет, да, потому что если такой продукт готов, мир уже меняется, мы уже поздно. А есть большая часть компаний, несколько тысяч человек, да, у них есть бюджет, чтобы ошибаться, чтобы попробовать, экспериментировать, потому что надо вот там то и то. Нельзя ожидать от научного общества, что каждый продукт будет сразу в точку и генерировать деньги. И я думаю, что именно этот баланс для тоже большей кооперации очень важен. То есть бизнес, да, готов. Да, сложно такие моменты, как Саша, я их узнаю. У меня просто в регион 100 стран очень разные подходы и поведения, разные культуры к инновации. Где-то этого не хочется, разные причины и так далее. Ну, это бизнес. В общем-то, я считаю, что бизнес, который не понимает, да, что им надо искусственный интеллект, вот тот бизнес умрет рано или поздно. Спасибо. Страшилка. Выживут не все. Спасибо, да. На самом деле, конечно, интерес со стороны бизнеса огромный. И здесь мы видим, насколько компании заинтересованы в том, чтобы получить действительно конечные уже решения и ищут примеры конкретных внедрений. Поэтому чем больше таких внедрений, тем быстрее движется к трансформации та или иная индустрия. Но, конечно, есть препятствия. О них вот уже мои коллеги сказали. Это и понимание, какие, собственно, есть технологии, и наличие в самой компании квалифицированных кадров, которые способны поддерживать те или иные внедрения. Ну и, конечно же, экономическая выгода, в принципе, от внедрения того или иного решения. Буквально на прошлой неделе был разговор с одним из интеграторов. И такой был комментарий, что, ну да, прекрасно контроль, допустим, складских запасов с помощью робота с камерой или, не знаю, контроль полки в магазине, как расставлен товар. А сколько это стоит? Вот если мы наймем, не знаю, человека, который будет ходить и все это записывать, в общем, нам будет все это стоить намного дешевле. То есть, конечно, а он еще и уберется, и подметет, и вообще много чего полезного сделает. Соответственно, ну, вот на таком уровне, бывает, идет разговор. Поэтому, конечно, мы со своей стороны очень активно пытаемся образовывать, какие есть технологии, решения, в том числе и, допустим, если мы говорим о компьютерном зрении. И, конечно, как я упоминала, примеры внедрения, они очень-очень важны. И я очень рада, что, допустим, с компанией Vision Labs у нас буквально недавно было замечательное внедрение по биометрии на банкоматах, когда использовались технологии Intel RealSense. Это технологии глубинного зрения, когда камера может видеть изображение трехмерное. Соответственно, вот тоже говорили о безопасности. Конечно, если происходит такая операция, как выдача денег в банкомате, здесь безопасность критична, и нельзя видеть изображение плоское или только распознавать голос. То есть важно видеть максимально трехмерное, и распознавание должно быть максимально точным. Собственно, вот стараемся такие технологии предлагать, как вендор. Ну, тоже это адресуя, Александр, ваш комментарий о том, что заказчик хочет вообще 100% точность. Мне кажется, тут стараемся максимально тоже помогать. И еще было упомянуто о том, что теряются рабочие места. Соответственно, есть такая боязнь, что как же заменим какой-то ручной труд машинами. Здесь вот буквально недавно смотрели исследования World Economic Forum в прошлом году. Там представили исследования по тому, насколько искусственный интеллект, внедрение его в бизнес добавит количество рабочих мест. И вот как мы не пестимистично это смотрим, а вот исследователи говорят о том, что у нас еще порядка 58 миллионов новых рабочих мест появятся, потому что нужны будут новые знания. И, конечно, это будут уже более высококвалифицированные навыки. Это специалисты в разрезе Data Scientist, Machine Learning и другие. Но, на самом деле, здесь перспективы и для рынка труда тоже очень большие. Спасибо. Спасибо. Нам также надо раньше времени отпустить Аркадия Дворковича. Поэтому еще раз прошу аплодисменты Аркадию. И можно передать слово Александру вновь. Да, я продолжу свою историю. Я уже рассказал про некоторые проблемы, жалобы продолжатся. Есть такая жалоба. С одной стороны, да, большая проблема, что кто-то боится принимать решения, но есть такие заказчики, которые принимают решения и очень доверчивые. Если вы посмотрите, сейчас практически любая компания называет себя там и i-стартапом, но еще любят добавлять слово блокчейн и так далее, чтобы… Да, и это проблема. То есть мы это называем цыганским R&D, когда обещают чудеса и обещают, что мы возьмемся за любую задачу и проблему точно решим. Заплатите нам хоть что-то. Нам важен референс. Нам важно, чтобы мы показали инвесторам, что у нас есть реальные контракты. Это приводит к следующим проблемам. Ну, во-первых, компания, как правило, обещает какие-то чудеса и боится говорить «нет». Это полубеды. Большая беда в том, что заказчик, попробовав несколько таких там и i-стартапов, потом вообще ставит бан на эту тему и боится что-то внедрять, считая, что все вы такие. И одна из целей нашей дискуссии и самой конференции – мы сюда приглашаем много людей из бизнеса. Даже приглашаем слушать сложные слайды. Не все выдерживают, но те, кто выдерживает, они, пройдя вот эти формулы с тензорными вычислениями, потом становятся более компетентными. Я просто к чему? Я к тому, что очень прошу, чтобы бизнес тоже погружался все-таки в тематику машинного обучения, компьютерного зрения. И понимал, что реально, а что нереально. Это вам помогает очень компетентно отсекать вот таких вот инфо-цыган и очень компетентно принимать решения, понимать вот именно ограничения работы систем. Потому что мы сюда приглашаем спикеров, которые заслужили там доверие на международном уровне. И они публикуются не в каких-то там вестниках университета там регионального, они публикуются в цитируемых международных изданиях, где проходят там самые высокие ценности. И таких специалистов в мире не более 10 тысяч человек. Поэтому я как раз призываю ориентироваться на те достижения, которые научно подтверждены мировым сообществом, и считать, что это базис. И еще закладывать два года на то, что то, что сейчас ребята рассказывают на сцене, только через два года это будет доступно к внедрению, к сожалению. Это факт. И тогда будет гораздо легче. То есть нам, как мы считаем, профессиональным компаниям будет легче договариваться с заказчиками и внедрять сразу те продукты, которые работают и которые не разочаровывают. А заказчикам это сэкономит деньги, сэкономит нервы, ну и в целом расширит кругозор. Спасибо. Теперь мяч снова на стороне заказчиков. Да, спасибо. Я бы, наверное, выделил так вот три больших проблемы, которые требуют, мне кажется, осмысления. А первая, сказал Дворкович в своей части. Этическая проблема, ее нельзя снимать с повестки дня. Это комбинация между... В своей жилище привел пример очень, если так просто, о двух продуктах одновременно. Один продукт – цифровой аватар человека, который его полностью копирует. Второй продукт – это система видеоизображения, которую можно подделать абсолютно и нельзя потом перепроверить. В целом по искусственному интеллекту будет много проблем с этикой, и на этот вызов там нужно будет в какой-то момент ответить. Вторая проблема специфична для государственных заказчиков. У нас в логике 44-го федерального закона, коллеги это знают, в логике, в менталитете его, в том, как построена вообще система госзаказа, нет права на ошибку, а айтишные проекты... А наша задача, в свою очередь, насколько специфична, что, условно говоря, если вы что-то внедрили в почтобанке, то потом банку открытия невозможно будет возражать на уровне менеджмента, что у них работает, у нас там работать не будет. Это ерунда, конечно, на уровне любого руководителя этот тезис бьется. У нас задачи специфические в государственном секторе, специфические, не бизнесовые, но для госсектора. Москва здесь на острие технологий, поэтому проблема, что, в принципе, мы не можем сделать продукт, который потом не взлетел. У нас нет такого права. Наши проекты, когда к нам приходят айти-компании, они должны понимать, вот эти инфо-цыгане, они иногда платят очень дорогую цену за то, что пришли в качестве госзаказчика к нам, там есть гарантийные процедуры. Но в целом потеря времени, но и так ментально не способствует инновации. Ну и третья проблема, я бы выделил ее, вот коллеги об этом говорили, я бы выделил ее в двух ракурсах. Первое. Продукты действительно сложные. Искусственный интеллект требует очень сильных людей. И наша проблема, с одной стороны, это дефицит кадров. Конечно, нам очень сложно конкурировать с рыночными компаниями с точки зрения людей, среднего менеджмента, специалистов, экспертов, которые могли бы формировать бизнес-задачу, бизнес-аналитиков и так далее, с одной руки. А с другой руки, и это, мне кажется, большая возможность для как раз бизнеса, для наших поставщиков и для вендоров, упрощайте, упрощайте свои продукты, делайте удобные для нас интерфейсы, делайте их максимально простыми, чтобы мы могли истреблять часть работы. Если мы убираем, избавляемся от части работы, от части обязанностей людей, если мы ее упрощаем, мы можем, а, даунгрейдить этих людей, нам тогда не нужны люди такой высокой квалификации, б, ну вот как я показывал в изложенном примере, какая-то совсем простая работа должна уходить. Но вот нам очень важно и очень интересно, и кажется, это большой тренд и большой вызов, сможем ли мы даунгрейдить не такую простую работу, как оператор колл-центра, а что-то еще, а более серьезное, все-таки интеллектуально окрашенное. Вот, спасибо. Спасибо. На самом деле, последним выступать всегда здорово, потому что ты уже услышал много там умных слов, идей, и можешь скорректировать то, что хотел сказать, на уже сказанное. Ну, во-первых, я вижу, как, так сказать, представитель корпорации, внутри которой есть и крупные бизнесы, там, и стартапы, там, через фонды, вижу проблему следующую. И эта проблема, на самом деле, была и в Мэл.ру, надеюсь, что она сейчас в меньшей степени существует. Всегда крупные компании и корпорации, неважно государственные, частные, считают, что они самые умные и могут все сделать сами. И это, на самом деле, очень сильно тормозит процесс внедрения и вообще прогресс. Потому что, значит, пока ребята осознают, что они, на самом деле, не могут этого сделать, проходит какое-то время, время упущено, и только через, там, как вот сказал Вадим правильно, через, там, сравнение с кем-то, кто это сделал, и через, там, ругань начальников, они начинают это внедрять словами, типа, ну, ладно. И для больших корпораций, на самом деле, покупки ребят с другим таким перпендикулярным видением, поведением и так далее, это большая проблема, потому что их очень тяжело внутри, чтобы они остались в том же боевом порядке и делали те же самые, там, открытия, вещи и так далее. Поэтому, конечно, компаниям нужно учиться это делать, нужно учиться их внедрять, нужно находить пути, значит, коммуникаций, и тогда, в целом, мы все, как пользователи, ну, я сейчас говорю про себя, как про потребителя, будем получать эти услуги, там, быстрее, качественнее и так далее. Это, на самом деле, очень важная задача и проблема. То есть, бизнес хочет, готов, но, как бы, надо понимать, что это такие, некие самопожертвования требуют. Вот, а второй, второй, наверное, момент, который хотел обсудить, даже не нужно обсудить, еще хотел так немножко, может быть, не по теме, вот, Вадиму, в том числе, вопрос задать, как, значит, как работают системы и что является иногда, там, определяющим для принятия решения. Вот, просто пример. Значит, мы работаем на офисе в Косемной Маховой улице, значит, там есть для автобусов встречная полоса. Все встречи, которые, если смотришь на Маховую, с лица Манежной, проходят по левую сторону, в той части Москвы, я на них езжу на автобусе, потому что очень удобно, тебе не нужно машине обижать круг или там как-то. На автобус сел и поехал по встречке, соответственно, по, ну, по полосе. Значит, либо на Кутузовский проспект, либо, соответственно, туда в сторону, там, Причистинки, в сторону кинотеатра Ударника, да. Значит, все, что едет в сторону Кутузовского проспекта, на Кутузовский проспект, туда гостиниц России, в Белый дом и так далее, ходит раз в полчаса и все время битком. Ну, просто полные автобусы туда влезть просто невозможно почти. Все, что ходит дальше, все пустое. Значит, каждый раз разговариваю с пассажирами, слушаешь, как, значит, они там говорят, что же это такое, доколе же можно, все же понятно, мы все время полными ездим. Значит, однажды в наш полный автобус еще на воздвиженке залез в полный автобус, залез полный автобус китайцев. Это просто, ну, это был совершеннейший ужас, потому что, ну, то есть, там еще такие кресла, они же как бы стоят на приступках, то есть кресло с приступкой, на кресле два человека, и на приступке еще два, ну, это ужас. Вот. И, ну, казалось бы, вроде поставь распознавание, значит, лиц в автобус, пойми, что он все время битком, и, значит, запусти, запусти еще маршруты, да, как бы. И, ну, просто такой пример, как бы, что, ну, вроде очевидная штука. Начинаешь разбираться, ну, реально там все не так просто. Оказывается, что там вот именно какие-то часы, они все время битком, а дальше они просто никому не нужны, ездить пустые. То есть, и как перезапускать, что-то не ясно. А в бизнесе, на самом деле, то же самое, как вот мы видели, там, с коллегами из МТС, вроде очевидная вещь, вот сделай, потому что и решится проблема вот такая. А на самом деле, если посмотреть по другим углам, этой проблемы не существует. И, ну, конечно, очень важно, очень важно взвешивать то, как бы, что несет некую такую потребность там в моменте, и потребность в общем, принимать там решения, которые, ну, там, соответственно, нужные и правильные. Ну, вот так вот. А про маршрут это, ну, это интересно. Спасибо. Для того, чтобы обеспечить приоритет общественного транспорта, нужно сделать целый ряд вещей. И я думаю, что все со временем, что называется, Москва не сразу строилась. Ну, а 27 маршрут мы еще раз посмотрим. Спасибо. Спасибо. Немножко подытожив, что мы обсудили, насколько я правильно понял, бизнес достаточно заинтересован, бизнес готов, бизнес достаточно заинтересован, чтобы вокруг него ходили я и цыгане, вот, предлагая чудесное R&D. Но возник вопрос, почему же тогда этот рынок компьютерного зрения так медленно растет? Что мешает его росту? Что еще не хватает, чтобы этот рынок рос быстрее, а внедрения были более повсеместные? Предлагаю начать теперь с того края. Алексей. Мне ответить нужно, чтобы что нужно делать, чтобы был повсеместный или что? Что не хватает? Идеи. Почему не получается внедрять компьютерное зрение повсеместно? Почему рынок растет медленно? Что можно сделать такого, чтобы он рос быстрее? Я, если не согласен. Мне кажется, что на самом деле рынок растет очень быстро. Мне кажется, что внедрений очень много. И то, что телефоны в базе начали открываться по лицу, это признак того, что это просто самый массовый продукт, который, в принципе, можно представить. Другое дело, что для каких-то решений бизнесовых это можно сделать, и пытаются сделать обязательно, типа банковскую биометрию. Это не приживается. Но, в принципе, мне кажется, что тот рынок, который там был три года назад, когда мы в Вижнабс инвестировали рынок сейчас, это рынки просто драматично отличающиеся не сколько по размеру денег, хотя и по размеру, соответственно, инвестиций и денег, сколько просто по количеству юзеров, которые в этом рынке, именно юзеров в этом рынке участвуют. То есть вы же там три года назад телефон по лицу не открывали, и я не открывал, да? Как бы сейчас все это делают. То есть с моей точки зрения все в порядке, просто с точки зрения бизнеса действительно надо быть более где-то рисковым, ну, как я сказал, там более толерантным, что ли, к тем там талантливым предложениям, которые есть, не бояться их внедрять, как бы, а так, в принципе, все, мне кажется, неплохо. Окей, спасибо. Ну, я, наверное, с Алексеем чуть-чуть перефразирую один кусок, а второй у меня такой, первая часть. Ничего делать специально не надо, рынок развивается еще и в зависимости от того, как эти продукты применять, а второй кусок, он, по-моему, очень простой, очень адресный. Это ответственность, на мой взгляд, если вы считаете, что вы идете вперед, ну, как технологические компании, идете впереди заказчиков, то это ответственность продающего продукта сделать несколько вещей. Одна из них – продать его. То есть замечательная история с учеными, через слайды которых сложно пробиться, но должен быть кто-то, кто потом скажет, как это можно применить в жизни. Мы с коллегами общались два года до того, как мы, наконец, поняли, как это можно использовать, применить в реальной жизни. Ответственность продать продукт – это ответственность продающего. Но у меня есть один хороший товарищ по прошлой работе, вот он мне привел такой пример. У них у многих технологических компаний, с чего презентация начинается. У нас, причем даже у небольших, у нас в штате 16 докторов наук, 4 кандидата и полтора профессора. Когда я такое вижу, я ее беру, аккуратно закрываю, потому что я понимаю, что у него 16 докторов наук, 4 профессора, ему неинтересно, там, не знаю, кафе «Русалка» автоматизировать и думать о проблемах чувака, который им владеет. Они по-другому вообще человек мыслит. Поэтому очень простая история. «Ребята, вы это придумали, вы хотите на этом заработать? Объясните, кто получит на этом пользу. По поводу тезиса, что можно поставить мужчину, он будет с палкой ходить и перезаписывать, ну, значит, вы с ценой ошиблись. Вот в нашем случае с ценой коллеги не ошиблись, мы уволили 90 человек, экономика как-то схлопнулась, и все поехало. Это ничего специально делать не надо, но если хотите заработать, зарабатывайте, работайте». Спасибо. Спасибо. Короче, надо продавать. Ну, я на самом деле тоже считаю, что чего-то прямо специального делать не нужно. Почему-то многие исследователи и многие вендоры жалуются на государство, что все так зарегулировано. Ну, на самом деле, уже много сфер, где от государства поддержки не требуется. Мы максимум чего просим, это просто не мешать. Да, соответственно, что нужно бизнесу? Мне кажется, бизнесу нужно чувствовать какую-то конкуренцию. И очень здорово, что уже есть компании, которые приняли решение и такие технологии внедряют. Это стимулирует других как минимум не отставать. То есть, ну, есть нехорошее слово, да, как это называется. Ну, я просто могу привести пример из, опять же, банковской сферы. Мы начинали с того, что выявляли людей, которые используют поддельные паспорта, когда получают кредиты потребительские. И мы банкам объясняли, что смотрите, вы запоминаете каждого клиента, фотографируя их, и потом, когда приходит новый клиент, вы сравниваете его фотографию со всей исторической базой. И таким образом, когда они запускали такую систему, начинали выявлять людей, которые ходят с одним и тем же лицом, но разными документами. Вот и как работал вообще этот рынок? То есть, было очень интересно за этим наблюдать. Количество мошенников ограничено. Количество мошенников, которых выявляет банк, оно сначала на старте проекта очень сильно возрастает. То есть, банк удивляется, как много людей, на самом деле, ворует деньги. А потом, через месяц, банк приходит и говорит, ваша система перестала работать, потому что оно резко опускается. Ну, то есть, мы шутим, что у мошенников есть свой профсоюз, и они как бы решают, сказать, что в этот банк ходить не надо. А так как банк не сажает человека в тюрьму и даже не вызывает полицию, ну, для них это дополнительные сложности, зачем это делать. То есть, сажать людей в тюрьму – это не бизнес-банк. Поэтому они этим не занимаются и никак этому не помогают. Их задача – просто мошеннику отказать. Им фиолетово, что за это 5 лет дают срок за подделку документов, им важно просто защитить свои деньги и отказать. Мы помним, что появляются банки, которые внедряют такую систему и получают волшебный щит от мошенников. Количество мошенников при этом не уменьшается, поэтому они концентрируются на других банках, то есть, их концентрация сильно повышается. Вот это очень сильно стимулировало рынок, чтобы все перешли на один формат. И со временем на базе компании Equifax еще построили межбанковский сервис. То есть, для умных мошенников, которые подряд в один и тот же банк не ходят с разными паспортами, еще сделали межбанковскую систему. Вот это просто пример. Есть мельчаки, которые такие инноваторы, пионеры. Остальные просто за ними следуют, потому что боятся отстать. Но кто-то должен быть первым. Кто-то должен быть первым. Да, и здесь, как Вадим говорит, очень правильно, чтобы продающий человек продавал не свое эго. Потому что мы тоже, когда приходили, мы думали, что мы самые умные. Что у нас крутая технология, мы самые умные, и мы точно знаем лучше. И мы доказывали, что это надо сделать именно так, не понимая сути бизнеса. Набили много шишек, мы поняли со временем, что надо сначала погрузиться в бизнес, понять, возможно, бизнесу требуется только 10% от того, что вы предлагаете. И пока вы пилите свой продукт, который вам кажется идеальным и логичным, можно было бы уже 10 раз внедрить какой-то самый базовый функционал, который решил бы 90% потребностей клиентов. Спасибо. Я, на самом деле, согласна, что этот сегмент развивается очень, на самом деле, динамично. Мы видим рост, мы видим интерес. И здесь, да, очень важны внедрения. Чем больше их будет, тем больше стимула будет у остальных подтягиваться и использовать данные решения для своего бизнеса. Конечно, важна экономическая целесообразность и объяснить, собственно, заказчику, что это принесет с точки зрения бизнес-эффективности. Еще один момент – это все-таки нормативно-правовая база и то, насколько каждый из игроков чувствует свою ответственность с точки зрения обмена данными и между бизнесами, организациями, государством, потому что это тоже очень такой важный аспект. Ну и на самом деле вот этот вот обмен данными между различными сегментами, индустриями. Вот Алексей обозначил проблему автобуса. Просто мне вспомнился пример Кореи. Там в одном из городов был такой пилот, когда телеком-операторы и муниципальные власти, собственно, объединились, и телеком-операторы на один день открыли данные GPS-координат своих абонентов. Соответственно, была такая составлена карта перемещения населения города и где, в какой момент, скажем так, самое большое скопление людей и на каких видах транспорта. Соответственно, вот после этого была несколько оптимизирована транспортная система. То есть, какой автобус, с какой регулярностью, в каком районе города должен ходить. Значит, все это координировалось также с другими видами транспорта, метро, электрички и так далее. Поэтому вот такой хороший пример, собственно, обмена данными между индустриями. Ну, а в целом, конечно, да, важно пробовать. Чем больше мы будем пробовать, внедрять, тем больше и учиться на своих ошибках, и, собственно, улучшать уже те решения, которые есть на сегодняшний момент. Спасибо. Спасибо. Ну, я тоже считаю, что бизнес растет. Ну, надо понять, что мы историческими операторами. И это услуги, передача данных, колоссовые услуги, все понимают. На новые услуги, да, Computer Vision и так далее, целый цикл немного дольше. Плюс, что мы тоже заметили, когда передача данных, ну, всем понятно и более-менее одинаковая, наши клиенты, да, B2B, крупный бизнес, очень сложно полностью повторить каждый продукт для каждого там клиента. Во-первых. Во-вторых, мы понимаем, что мы не можем самим все делать. Мы просто не успеем. И стартапы для нас необходимы. На сегодняшний день, как Orange, мы продлижем больше 500 стартапов. И, на самом деле, эта экосистема для клиента, там участвует сам клиент, который, естественно, лучше знает свой бизнес, чем мы. Там есть партнеры. На самом деле, вот он, Vision Labs. Почему мы с ними работаем? Потому что мы сделали вывод, что их продукт для многих клиентов наши лучше, чем у нас было. Да, и поэтому мы прагматически это используем. И, конечно, когда Orange Unicane, это комбинировать, да, потому что, ну, у нас есть услуги в больше 200 странах мира. Третье, это стартапы. То есть, тоже вот в России мы откроем стартап-акселерейтер. Ну, и через два, конечно, в том и с самым делом. И, конечно, то есть, бизнес растет, но продажи все это, да, и все это строить намного сложнее, чем раньше. Спасибо. И Аркадий? Ну, поскольку изначально вопрос был, почему так медленно развивается рынок компьютеров, чего не хватает, чего не хватает, а коллеги уже все ответили, и добавить особенно нечего, я могу сказать, что, ну, не знаю, можно конвертироваться как государство в какую-нибудь просвещенную диктатуру народного государства принять решение, что это должно работать, открыть данные, и тогда будет еще быстрее. Но вообще, мне кажется, в той среде, в которой мы есть, все окей. Я здесь соглашусь. Sorry. Спасибо. Фабрики крестьянам, данные народу. Да-да-да, именно так. Данные народу, просвещенные диктатуры, Китай, Сингапур, все открыто, все данные принадлежат государству, и государство решает, что они все открытые. Спасибо. У нас остается еще 15 минут до конца этой секции, и мы можем перейти к серии вопросов и ответов. Да, вот, я уже вижу, тянутся руки. Единственная просьба, когда вы будете задавать вопрос, скажите, кому вы этот вопрос задаете. Можно выбрать до двух человек. Да, а есть ли у нас, кстати, волонтеры с микрофонами в зале? А, это ты? Окей. Продолжение следует... Аликсей и Ричард. Я хотел бы спросить, окошение последней контрастисти об использовании о использовании фасиль-рекоменции, как мы уже говорили, в Китай, с Уйгурс. И я хотел бы спросить, How do you limit the partnerships that you set up and the work you do with government entities surrounding facial recognition? And secondly, what do you think, what part to play has ethics in facial recognition and computer vision in general? And should governments aim to regulate it more thoroughly? Thank you very much. 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 которые поддерживают и субсидируют такие проекты, в том числе и с некими социальными рейтингами. Мы говорили с рядом китайских интеграторов, и они очень цинично, прагматично подходят и говорят, а зачем нам нужна демократия, если есть face recognition? Это решение каждого государства. То есть здесь граждане не всегда могут принять решение. То есть в Китае это так, но я считаю, что должен быть какой-то баланс. Безусловно, граждане должны себя чувствовать защищенными. Для этого в каких-то критических местах по ограниченным спискам можно сравнивать людей, которые находятся, допустим, в федеральном розыске, и действительно информировать правоохранительные органы о том, что такой человек появился, да, нужно уделить внимание, но при этом не нужно влезать в частную жизнь людей. Как это делают в Китае. Но мы, конечно, такой подход не поддерживаем. Спасибо. Вопрос? Меня зовут Сергей. Спасибо. У меня вопрос, наверное, прежде всего к вам, Александр. Если говорить про перспективу двух-трех лет, как вы видите, развитие биометрии именно в банковском сегменте, вот, что мешает распространению биометрии при межбанковском обмене, да, какие основные там ограничения есть, могут быть преодолены. Технологических ограничений нет, основное ограничение – это страх. То есть банки просто боятся сделать это первым, и банки боятся, что будет какое-то осуждение, что пресса раздует какой-то случай. То есть ошибки всегда будут. То есть будет у вас одна ошибка на 10 миллионов, а при этом, ну, практически 10 миллионов будет удачных, счастливых клиентов. Вот именно один случай на 10 миллионов, он может вызвать какой-то резонанс, который поставит под вопрос и репутацию банка, и в целом целесообразность внедрения такой системы. Ну, то есть если разобраться по фактам, абсурд. То есть ошибок без таких биометрических систем на порядке больше. Но такой риск есть, и, опять же, здесь нужна либо поддержка от государства, чтобы государство сказало, что, окей, мы этот риск берем на себя. Ну, или как-то регулировал этот риск. Либо просто нужен сам, допустим, менеджмент банка принять такое решение, что да, мы идем, мы понимаем, что плюсов больше, чем минусов. Поэтому технология готова, это уже давно доказано. И те доли процента, за которые мы сейчас боремся, ну, не в них вопрос. Уже несколько лет назад это было готово к внедрению. Если говорить еще о каком-то референсе, вот на других рынках, можно ли сослаться на опыт какой-то других стран, где вот этот вот путь от страха к применению, он был пройден? Вот есть ли какой-то референс? Есть хороший референс Индия, то есть где большое количество населения, то есть огромное количество населения, и многие не умеют даже писать. Да, и там использовалась биометрия, например, подтверждение отпечатка пальцев, оно заменяло подпись. И это был очень хороший пример, когда в масштабе государства построилась, там единая биометрическая система, которая, по сути, ну, оцифровала всю страну. То есть плюсов гораздо больше. Потому что, да, нужно просто какое-то волевое решение, что да, мы внедряем, да, мы идем. И как только пойдет, допустим, один-два значимых банка, все остальные тут же подключатся и поставят о себе на флаг. Вопросы? Здравствуйте. Денис Быстроев, с телокомпанией Get Outfit. И у меня вопрос, наверное, к Алексею и к Александру. Есть одна индустрия, про которую сегодня не говорили, и там я нашел только одного студента, который чуть-чуть, немного ее задел. Это индустрия фэшн. Дело в том, что она развивается сейчас очень бурно, и вот мы сами по своим клиентам видим, что 90% клиентов у нас, то есть мы занимаемся представлением услуг стилистов, что они никогда этим раньше не занимались. И сейчас везде в новостях, там Stitch Fix и прочие компании, Fashion Tech, то, что можно сделать AI-стилиста, который это будет делать. Вот у меня вопрос к вам, как к людям, которые и инвестируют на этом рынке, и работают. Я уже и сам рою. Вот может быть, кого-то вы видели, на кого вы советуете обратить внимание, кто занимается темой AI в фэшн у нас в России. Из компании. Спасибо за вопрос. Из того, что мы видели в этом направлении, мы видели, безусловно, во-первых, это не совсем идеально лажащие, но что-то подходящее. Это, во-первых, на основе искусственного интеллекта платформа, позволяющая тебе разные примерки делать. И как бы то, что говорит, попробуй вот это, вот это, вот это, тройон, тройон, да и сдает, соответственно. И дальше тебе говорят, что вот это вот там наиболее, наверное, подходящее. Но мне кажется, что с точки зрения, знаете, как я вчера пришел интересную статью про то, что говорят владельцы салонов татуировок и мастера, они говорят, потрясающе, конечно, выглядят люди, которые приходят и говорят, я хочу сделать такую необычную татуировку, значит, часы в цветах. И, говорит, мы спрашиваем, а на часах, наверное, там, дата рождения, время рождения ребенка? Говорит, да. Говорит, потрясающе. Вот, то есть, людям, на самом деле, кажется, что они придумывают что-то там, что-то фантастическое, а на самом деле это приходит, ну, то есть, это является данью того, на самом деле, что происходит у всех. И, как бы, в части фэйшена, ну, наверное, возможность переборки, быстрой, без необходимости, так сказать, приходить и на себе на живую что-то там резать, в смысле стричь, примерять, а, как бы, возможность удаленно все это попробовать, это, наверное, как бы, ну, некая такая очевидная штука. Но, де-факто, все равно, слишком большое влияние все-таки будет оказывать, ну, наверное, что ли, как сказать, такое окружение и детали, которые искусственный интеллект просто будет не в состоянии сделать. Ну, то есть, там, мельчащие какие-то вещи, да, как бы, вот, у тебя там прическа такая, а вот если бы волос там за ухо так, то, как бы, по-другому все это выглядит. И вот, ну, то, что мы видели, это вот примерки разные, я не знаю, насколько они приживаются, насколько они востребованы, ну, мы больше ничего не видели. Вот так вот, из-за такого прям понятного. Я могу спалить компанию знакомых, вон на бай, которые в дополненной реальности вам кеды примеряют. Да, на самом деле, в фишинге есть несколько направлений, которые вот я знаю, это когда, допустим, девушка видит понравившуюся сумочку, но не знает, какой это бренд, какой артикул, просто делаешь снимок, выделяешь пальцем предметы, дальше происходит сегментация и сравнение по базам, по каким-то открытым. То есть, таких компаний достаточно много, в России из последнего, и в России их тоже несколько, в России, вот я знаю, что Сарафан, вот, была такая компания, это одно направление. В мире мы делали такой проект для Bloomingdale's в США, вот, давно. Есть другое направление, это действительно примерочное, и мы не очень верим в физические примерочные, когда, например, вот компания Artec 3D делала такую площадку, огромный сканер за миллион рублей, который сканирует человека, он думает, что сейчас телепортируется. Вот, вот. Эта тема не прижилась, то есть, сейчас все идут именно виртуальные аватары, вот, то, что Аркадий Дворкович говорил, то есть, вы делаете, например, селфи, есть ваш аватар, он умеет говорить, и вы на нем можете, допустим, примерять разные оправы очков, разные прически. Вот в мире самое известное – это Pinterest. Ребята действительно продвинутые, и сейчас работают над тем, чтобы не только лицо, не только голову создавать, но и также там все тело. А из России родом компания, называется 3D-аватар, тут бывшие создатели ETSYS, Виктор Юрахимов, они в этом профессионально разбираются. Ну, короче, как Орнез Россия, мы участвовали на Fashion Tech, на самом деле, мы там были. Мы уже работаем с несколькими вот нашими российскими компаниями в этом атмосфере. Конкретно там 2-3 года назад была компания, наш российский дизайнер вот тут, производитель в Бангладеш и в Китае, и там проблема, что очень сложно объяснить, что там понадобило, и была создана система, там видеоаналитика, каналы и софт, не наш, опять партнер, да, где дизайн был сделан в реал-тайме 3D, между там Бангладеш, Китая и вот Россия. И потом, когда вот там первые моделы шли, вот там в Китае, опять видеоаналитику использовали, чтобы понять, там правило или нет. Потому что это решение мы внедрили там 2-3 года назад. Спасибо. Время для последнего вопроса. У меня больше даже, Наталья Сторина, Росвельхозбанк. У меня даже больше, наверное, не вопрос, а такой комментарий с обратной связью. Вот касательно боязни. Мы вот одни, наверное, из тех, кто больших и кто такие прямо смелые очень. Мы создали большую платформу биометрическую, и вот с Александром Ханиновым в том числе и в Содружестве мы это делаем. И мы, наверное, не можем сказать, что мы сильно боимся, наверное, этим результатом. Но есть одна действительно сейчас серьезная загвоздка. Просто так для примера, почему мы не боимся. Вот у меня, мы сейчас с вами внедрили три, так скажем, опции использования биометрии. У нас там открытие счетов, вклады, ячейки. Идем в кредиты. Есть у меня 15 бизнес-инициатив внутри банка на эту тему, да, разные бизнес-процессы мы внедряемся. Вот. Но одна большая проблема у банков на данный момент, на самом деле, ну, в силу того, что это новая история, нет методики внутри себя для принятия решения по установке параметра того самого, параметра степени всех схожести, да, когда мы с вами сравниваем с тем, что у нас в базе, мы думаем, что там эталон, это тот самый человек, и мы сейчас сравним и поймем, он к нам пришел или нет за денежками или ценности у нас утащить, да, негодяй. Вот. И, наверное, у меня предложение, как бы, да, вот, коллегам, которые, тем более, свои платформы разрабатывают, движки биометрические, помочь банкам выработать эту методику. И вот дальше «Честное пионерское» полетит. Спасибо. Спасибо. Да. Да, спасибо. Это значит, что наши ребята недоработали, значит, кто-то будет наказан. Мы с удовольствием… Искусственный интеллект примет решение, меру пресечения, да, в отношении естественного интеллекта. Но, на самом деле, мы с удовольствием поделимся нашим опытом, и, я не знаю, это совпадение или, там, умышленно, но вы сидите рядом с Андреем Шурегином из Почты банка, и Андрей, наверное, тоже, может, какие-то лучшие практики вам рассказать в кулуарах. Ну, понятно, у вас должен быть проработанный бизнес-процесс, да, и желательно, чтобы коллегиальный орган тоже на себе протестировал, как это работает, и хотел этим пользоваться. Окей. Хорошо. В окончании, да, у нас еще минутка информсообщения. Комментарии. Обсуждались компании в области фэшн, вообще разные компании. Меня зовут Игорь Пивоваров, я главный аналитик из Центра искусственного интеллекта МФТИ, организатор конференции OpenTalks.ai. Мы недавно выпустили такой большой аналитический отчет по отрасли искусственного интеллекта в России. Это открытый отчет. Если кто-то хочет, я могу дать ссылку, ну, или здесь сфотографировать. И у нас есть печатные версии какое-то количество. И к чему я здесь выступаю, один из следующих отчетов примерно в октябре мы будем делать по Computer Vision конкретно. И для этого отчета, для того, чтобы сделать его интересно, мы будем проводить пару совещаний с индустрией, так как мы это сейчас делаем по NLP, мы сейчас готовим отчет по NLP, тем компаниям из Computer Vision, которым интересно участвовать в том, чтобы, что там будет в этом отчете, как строить метрики, какие они будут, я прошу ко мне подойти, обменяться контактами, и мы будем организовать такое совещание, будем держать вас в курсе, и ориентировочно в октябре, я надеюсь, он выйдет. А этот уже можно будет почитать, посмотреть. И там будет, кстати, раздел Fashion, я думаю, будет все. Спасибо огромное. На этом наша секция официально подходит к концу. Можно еще раз поблагодарить наших замечательных выступающих. Вот, ваши аплодисменты. И я уверен, они все с радостью также пообщаются с вами в кулуарах после секции. Спасибо. Друзья, мы хотим анонсировать несколько новостей, они состоятся около пресс-вола рядом с регистрацией. Подходите, кому интересно. Спасибо. Все, можно вам подкрыть? Вам спасибо. Спасибо. Сегодня это было не очень.